значит солнца как минимум используют четыре вращения прежде чем я сейчас скажу еще снова поздороваюсь со всеми здравствуйте слушайте и зрители друзья товарищи спасибо что пригласили спасибо саш вот значит если даже по классической теории то даже по классической теории произошел обмен понятий вы не поверите но раньше наоборот южный полис назывался северным а северным южным это даже по классической лживой теории а если а это сравнительно недавно было там лет 100 150 назад ну и может не тянут где-то в районе 200 идем дальше правильно андрей григорий сказал что главное термин и подбирать поэтому если правильно термонологии говорить то центральная часть на плоской поверхности югом называется а уже наш как говорится круг северный это уже заполярный значит ну придется ну как заполярный круг до за полем на котором мы находимся то есть дальше солнце солнце она идет по кругу раз потом она катится знаете как колобок еще она вращение имеет как футбольный мяч это два при этом она подымается вверх на высоту допустим ну к примеру что проще понять несколько километров вверх вниз и при этом у нее еще есть подпрыгивающие движения то есть она подходит вверх вниз вверх вниз но при этом у него так идет она бьется как знаете это и еще по кругу и небесная канцелярия она сказала ты говори а там кому нужно те услышат пускай пускай это будет галлюцинации я ответил на вопрос это что касается да не солнце увеличивается в размерах вы знаете что есть выключатели вы можете лампочку свою комнате сделать темнее светлее ярче вот точно так же в определенных мест кстати мысль шикарную поймал часы уловлю может кто-то сталкивался я что-то сейчас я поймал на мысли есть очень много роликов где ракеты запускает любители они бьются о купол кстати очень хорошо если вы посмотрите ролики на youtube и я мы не знаем что мог он опровергнуть что а котлерово то привергает кунгурова и что теперь тем что ядерные взрывы очень хорошо показывают свечение купола потому что ядерные взрывы иногда просто дают хороший блик блик но я хочу сказать за другое смотрите когда запускали ракеты к куполу это мы все видели а вот нету интересно роликов может они появятся я знаю что теоретически возможно ракету к солнцу лампочки запустить она что рядом на самом деле вот может есть солнце очень ближе чем купол поэтому теоретически можно запустить какой-то свисток вот видишь бро в чем принципиальная разница ты кидаешься авторитетами я кидаю с собой уловил уловил чем момент то есть ты ты говоришь ты говоришь там тебе кто-то сказал что может знать человек если он не знает что земля сотовая ты пойми что могут говорить люди которые не знают что наш мир сотовый они могут говорить все что угодно а я его так не назову между прочим вот я его как раз то уважаю потому что он очень большой вклад в него колонны и ядерные воронки я тебе про фомо ты мне про еремку понимаешь свой собеседник не говорит что кто-то сказал бро ты понимаешь чем разница твой собеседник моем лице он не говорит что и ему кто-то сказал твой собеседник моем лице говорит что он это видел лично ты разницу чувствуешь еще раз повторяю мам моя так называемая в кавычках теория сотовой земли проверяется элементарнее чем все существующие вымышленные теории все что говорится в остальных теориях это только предположение моя проверяется очень легко пересекаете антарктическую стену и попадаете в новые ячейки всего андрей григорьевич кстати привел колоссальное количество примеров подтверждающие плоскость там где мы проживаем просто это клондайк вот я я просто слушал и заслушал это столько примеров и вы как вот не знаю на одном месте уже приведено столько неопровержимых железобетонных аргументов что поверхность на которой мы живем плоская нет нет тут когнитивный диссонанс андрей григорьевич думает что бро его профессор называют маленький исторический факт по поводу рек как появились его огромные реки в нашей ячейке там нил амазония и так далее и они были искусственно вырыты искусственно брошу такое добро вот видишь как хорошо что ты это знаешь каждом правильном заданном вопросе есть уже 90 протон ответ стикс океанус я смотрел там пару трансляций своим было некоторые люди брали интервью у вас и оказывается что вы тоже сторонник плоской земли там уже фильм выложили вроде да там какие-то прям уникальные интересные мысли я все-таки не добрался времени у меня не было посмотреть может быть вы сейчас прям расскажете ну я собственно говорю уже ваши дискуссии надо просто зафиксировать внимание еще вы назвали ну название своей конференции геометрия я хорошо хочу напомнить геометрия это есть основная наука познания окружающий мир запомните именно геометрия это пространство и взаимоотношение тел который вступает какие силовые графические и физические отношения механика ньютона это та же самая геометрия помноженное на объем тела не более того то есть весь мир познается через пересечу геметрические отношения взаимодействие объемы тел и решается вопрос на уровне арифметики в крайнем случае алгоритм вот это и есть наука и я вам тот раз и к в этой киношке напомнил что наука для познания окружающего мира пользуется числе прочих усилением своего зрения например оптикой и наблюдая за движением от тех самых планета которых сейчас идет спор и отношения земли мы вынуждены создавать прибор который этим планеты наблюдает свои энциклы каждый день а теперь уже объединена в единую астрологическую систему то есть вы каждый день можете дать заказать по программе за день например и в каждый момент дня ночи можете получить энциклы эти планеты так вот самое интересное в том собственно больше говорить не надо ничего эти приборы устроены только в одном случае они могут работать они стоят ориентированно на спуске земли и на земле которая никуда не движется иначе эти приборы не могут контролировать энциклите планет само условие существования наблюдения за космос предусматривает только одно базовое условие сочетание со вторым это неподвижная точка рассмотрения этих энциклит приборы стоят на неподвижной плоскости который не удастся и фоколин но он из камень и авэйлибута еще раз что вы окончательно осознали этот вопрос когда вы говорите о чем-то о том что есть какие-то планеты какие-то звезды о том что есть наблюдение за планетами да эти приборы всем известны есть причислял гелиостат гелиоскоп сидороскоп обычный рефрактор рефлектор и работает они одинаково у них есть часовой механизм это находится в каждом городе в каждом университете каждом институте они сейчас существует вы сейчас набираете программу за любой географическую точку города нью-йорку муха стран с каким букту и вам дает просто-напросто карта таблиц где сейчас идет юпитер и еще счет сатурн где идет время их наблюдает вот эти сидороскопы гелиографы и гелиоскопы которые стоят на неподвижной никуда не вращаясь земле больше не надо ничего доказать вот это все дождей что разговор не имеет смысла вы возвращаетесь к исходной базе берете астрономические приборы которые наблюдают энциклику планет смотрите на их конструкцию которая создана уже 250 лет назад с помощью часового механизма а как он гелиограф он еще наблюдает ночную энциклику вот он стоит везде примерно я могу дать им картинка принципе но это вы сами найдете я вам предыдущие вам называл вы помните все эти названия надеюсь вот просто когда вы говорите о космосе ты вы опознаете через вот эти приборы прибора наблюдает их движение относительно земли и условием это наблюдение может быть только одна есть и земля движется и у него есть сгон по 180 метров на каждый километр потому что кто-то к сожалению лишь определил диаметром 40 тысяч километров наш делим пополам делаем на 4 геометрически прогрессе узнаем сгон 180 метров на километр сто семьдесят три сантиметра если у нас 5 этот километр в горизонт значит до этих приборов на уровне 15 секунд они зайдут за горизонт и ничего не могут наблюдать уже никогда сам факт существования приборов наблюдения за космическими телами возможен только в одном случае и никогда по-другому что земля только неподвижно и никуда не вращается все это геометрия господа андрей добрый вечер всем дискутируем на эту тему смотрите они не 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 действует закон относительности то есть отсюда земли приборы стоят неподвижно но в любом случае как бы звезды вращаются когда мы снимите я наверно по-русски плохо говорю они находятся по отношению к энцикликам планет проходящих над землей у нас есть два составляющей геометрически дуга прохождения и угловое наблюдение поэтому не просто когда вы начинаете берете один предмет геляскоп который наблюдают за этой энциклика вот и на и попробуйте сформулировать ситуацию святой стадать им еще раз формулировать вот я по-русски очень плохо говорю я пол тотальный полу белорус ваш русский язык не трудновато дает так вот этот прибор наблюдает за движение планеты который идет по этой дуге наблюдая 24 часа в сутки если земля движется вы за 15 секунд уйдете за горизонт который уходит на 108 метров на километрах если земля не плоский вы не сориентируетесь угловое отношение не сможете записать где находится планета в отношении к вам в отношении к тому созвездию какая дискуссия может быть и немножечко не понимаем уйдет что звезда уйдет по которой мы вот ориентируемся что именно у вас движется планета если вы сами движетесь по круглой земле вы через 15 секунд уйдете за горизонт что тут понимать то надо ну это понятно понятно все закончить диска это понятно вопрос не понятно вопрос один возникает то есть те ученые там условно говоря тоже кто-то кто-то то есть все вот эти ученые которые пользуются этим не надо говорить на колхоз языке и дисциплина геодезия есть дисциплина геодезисты геодезисты да отлично они 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 знают вообще вот кстати по поводу геодезистов раз речь зашла ребят я однажды наткнулся на форум геодезистов и там значит один молодой скажем так геодезист спрашивает у сторожил форума и говорит а как же вот тут коэффициент кривизны нужно ли его использовать а ему ребята сторожила форума говорят да мы не используем мы не заморачиваемся по этому поводу то есть коэффициент кривизны есть у геодезистов как бы но и никто не пользуется это все говорит какие-то колхозники которые геодезии не имеет отношения вы послушайте попробуйте хоть раз взять фундаментальную работу вы прежде всего узнаете существует два вида геодезии высшая геодезия и низшая геодезия высшая геодезия оперирует своих описаниях земли именно описание земли составлением к потому что низшая геодезия оперирует составлением планов разница в одном случае планы составляются оперируя данностью плоской земли высшая геодезия и сфероидической поверхности эта дисциплина как астрономия откровенно существует двух видах в одном утверждение тезисы округа вращаясь из земли и конкретной низшей геодезии который оперирует единственным объективным научно приборно доказуемым фактом для существования как плоская и никуда не вращающийся поэтому если тот товарищ говорит про геодезию он должен сказать про высшую геодезию и низшую геодезию скорее всего не читал ни один учебник геодезийский давайте еще раз произнесу попробуйте записать где-нибудь это название этих приборов все прибор когда мы обобщаем общее называется как бы ну телескоп теле передающие скоп видения вот здесь постоянно латынь постоянно итальянский язык постоянно дерманский вот это путаница вечная так вот гелиограф гелиостат секстант сидеростат теодолит целостат рефрактор гелиотроп эти все приборы наблюдая движение небесных тел а какой-нибудь например гелиограф еще наблюдает ну например движение ночных при этом этот же тот же самый прибор днем стоит на площадке мглу гайдельберга лондона нью-йоркской открытия где-то там маши чужете стоит на одном и том же месте и наблюдает круглый суточный цикл этих планет и наблюдает с одного места по всей окружности вот это движение этих планет это геометрия господа то есть это вот как можно объяснять что вот кирпич и прямоугольной формы как можно объяснять что водка это жидкость который можно пить когда я могу вам и возвращаю вас вы же назвали геометрия фундаментальные знания как вы их познаете окружающими через количество количество которые выражены в пространстве и геометрических отношениях это фундамент бытия познания окружающим миром за 250 лет ему как бы в голову не пришло вот этого ваша теория вы говорите 250 лет никакому идиоту не приходило доказывать объективную реальность любой техна любой специалист знает с пеленок что земля всегда стоит на месте что она плоская это знают геодезисты знают проходчики метро знает строитель городов это знают гидрологи на которых понятие лучше он мирового на океана и сгон воды потому что вы никогда не сможете определить побудить на импульс рекам течь куда-то вот у вас есть реки которые есть не верить этой параноидной веселой бреда ухи округлой земли которая находится сто восемьдесят метров на сгон на каждый километр какая-нибудь оренок а какая-нибудь миссисипи какой-нибудь как вы заставите мотивацию вот этой вот и воде не сжимаемой про материи кислорода водород течь если она может только в одном случае это вам скажет любой учебник гидрологи если есть сгон самого русла если учитывая что есть уровень общемирового океана есть у нас единый уровень который обтекает землю движение рек невозможно это просто заполнение единого водоема все стоять на месте как я же земля из вас на дороге моря все равно как-то подождите это опять разговор в пользу бедных здесь международное общество международное общество измерения земли 1861 году она была создана можете к нему обращаться я вам свои вот это киношки все перечислил и сейчас вниз за бумагами чего сказали я вопрос не прочитал тезисы из учебников фундаментальных описаний геодезии геодезия откровенно заявляет что если мы используем этот вот вначале вам говорит что до подсчета земли существует такая дисциплина вот попробуйте запомнить если сможете ваше поколение вот это трудно будет сфероидической тригонометрии но оказывается если мы оперируем на стояние в пределах где-то 100 километров может совершенно спокойно использовать как сферическую геометрию тригонометрия но оказывается практическая деятельность это пишется впрямую через запятую любой фундаментальной науке мы можем в пределах десяти километров используют все расчеты исходя из плоскости при этом никто не говорит в какую сторону мы измеряем 10 километров так 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 что начинается со следующим этапом здесь километров опять полоской это мы оперативно размечаем расположение домов потому что главная задача геодезии строительство домов а главная задача строительство домов и города выведение говна поля аэрации потому что у вас должен как минимум сток идей вот этот сток это определяет вообще существование вашего современного города он должен вывести ваше говно из орехов борисов поля аэрации в районе засвибло в нью-йорк париже в лос-анджелсе где угодно если у вас земля и ваши дома находятся вот в таком виде ну пускай находится с говном как бы канализационные нас напорные станции там в нью-йорке перекачивают в нью-йорке я думаю перекачивают потому что там уровень вы у себя в унитазе когда спускаете простой поток воды где у вас насосная станция он идет самотеком ну да самотеком идет да вы все в порядке с насосной станцией нет ну есть 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 станции да вы не знаете зачем они нужны вы хотя бы хоть раз имели дело вы вообще в жизни что-нибудь занимались производственным отношением вот что-то жили копали строили конечно конечно строительство нет иначе вы не знали что вы подходите к своему унитазу тыкайте на кнопку и у вас свободный поток воды текет по стоку какой сток если у вас на 100 на километр 180 градусов сгона и еще у вас дома находятся вот здесь а вам надо вылезти в поле вот сюда километр за третий вперед и с песнями я посмотрю вот когда у вас поставят компрессор и компрессор будет вашу какашку закрывать наглухо и потом давать команду и пошли и так сказать ну атмосферы хотя бы две вот тогда да я вот грущу это благо что с нами в эфире Андрей Григорьевич который заполнил колоссальном количестве информации а драгоценное время эфира просто с этим солнцем ну ладно бро я скажу так ну сам спросил сам ответил понял все не я ж только начну отвечать и начнешь перебивать я бы уже ответил давно бы ну ты ж будешь перебивать ну я ж уже двести раз говорил что такое звезды на самом деле ну сколько можно ну да ну вот если у них есть теория просто что вот это да видишь мы вот даже просто находимся вот здесь у нас уже звезды будут уходить там и водить и так далее ну как же ж похитрее вам со звездами объяснить раз она всегда что это такое и как оно вертится не знаю ну смотрите попроще не получится ну вот возьмите наш морской планктон который в океанах находится поставьте и установите миниатюрную видеокамеру пускай она несколько миллионов лет снимает этот планктон а потом просмотрите эти миллионы лет это точно будет копия нашего верхнего океана вы поймите что тот планктон небесный он настолько статичный для нас муравьев он как говорится у нас поколение миллион тут пройдет пока звезды не сдвинутся это всего лишь да я можно я задам всем вопрос и зрителям а то вот все любят зрителям я зрителям задам не всем ребят не вам а зрителям вот когда вы спрашиваете там солнце там какой там величины где оно находится мне честно говоря самому интересно а смысл для вас что это дает вот скажите смысл что что вы хотите тем узнать кто-нибудь ответит мне для чего вам нужно еще солнце сделано купол что такое звезды вот смысл этих знаний как они могут быть применимы в нашей соте а для нас ну а я всегда делю знания на те которые могут иметь это практическое применение чтобы если люди чем он слушает бро у тебя что это как у хамелеона уши движутся по твоей маковке одно закрылось другое открылось я тебе про фабу а ты про еремку вот сидит или вас там несколько вот это вы бегаете по квартире меняетесь а нас тут разыгрываете ничего себе я только что раскусил тайну золотого ключика бро шесть человек они все походу подбегает камере начинает устраивать дебош ты про добро? но ты я начну отвечать и ты будешь перебивать я проще скажу дайте я бро скажу в двух словах человек предполагает а боги располагают ферштейн? ну и бро ты просто не знаешь что такое добро и что такое зло поэтому и разлагольствуешь есть такая песня край мейридный край дядя Андрей приводилось уже колоссальное количество примеров что люди даже с огромными средствами не могли достигать края их разворачивали нам говорили что вежливо это сейчас какой бро возле компьютера вы хоть и представляетесь бро первый за компьютером бро второй ой начали за здравие кончили за упокой за антарктическим кругом находятся ячейки по периметру от нас еще 600 и так далее каждая под куполом купол имеет сотовидную форму так же само назовем его из полого кристалла хуже бывает когда на нашей соте разворачивается вообще левые между собой решают тут разборки бро у меня на канале есть свежий трехминутный ролик называется сотовая земля человек это маленькая вселенная он идет всего лишь три минуты если ты наизусть выучишь сказанное в ролике и каждое утро каждый из вас бро сколько там вас не знаю будете его рассказывать друг другу у тебя отпадут все вопросы я вон в википедии написал статью сотовая земля а меня забанили и сказали что я вандал а шо ловить он же помните прикол когда этот серёга тарасова сол гудман это поймал на выставке космонавта и начал ему рассказывать что космоса нету мужик покраснел побелел жена его еле оттянула он бьет кулаками в грудь я все видел ну он нам пытался уверять убедить в том что космос есть то же самое будет и что бро ну включи бро включи логику если не существует стран мира то как могут быть существовать правительство правительство тоже не существует существуют посредники а еще подобрать правильный термин как вы себе это представляете вы понимаете что плотность купола нашим консервным банкам не дает выйти в настоящий открытый космос а даже если бы они вышли теоретически он скорее всего кинетический да если бы я в свое время забытого Андрея Григорьевича не выложил бы на ютубе Андрей я хотел бы возразить насчет теодолита это дело в том что вот смотрите прибор это стреляет не нам не на много не на большое расстояние на километр на два ну там тихо 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 подождите я хотел продемонстрировать вам кое что просто не надо мне демонстрировать я просто был ленщиком и я размечал дистанция ну так вот я вам просто скажу так вы переносите свои палки вот сидоров стоит вот иванов вот у вас в середине вот это теодолит а расстояние какое? ну что в удобнее друг за другом контролировать взять чтоб можно пакурить друг от друга ну в один Район где-то 600-400 метров вот расстояние не стоит имя но вы же ставите на одном месте это переносятся палкой и делается разметка это переносите палка и делается разметка это не палка а реперная точка называется нет она называется дремя нормальная жизненная практика называется дремя Так вот, перетаскиваете, Иванов приходит на место Сидорова, Сидорова обгоняет, и дальше вы ведете прямую линию. За день, например, вот где-то в среднем, ну километра 20 можно пройти. Потому что приходится над ДТПРом вырубать деревья, чтобы построить линии. Ну, линии-то букпашно велик. Поэтому, намного он не надо, ему намного. И я всем предлагаю, я этот эксперимент проводил, где-то еще лет 10 назад. Вы берете сейчас, в условиях любого города, ставите 5 рынок, чертите на Теодолите нижнюю линию. Вот сейчас, прямо все, кто присутствует, вы можете за день, завтра, это посмотреть. И завтра вы убедитесь, что бред по поводу этой круглой земли выкиньте на помойку. Это мне раздражает говорить. Еще раз, вы берете Теодолит. Лучше, конечно, не велел. Только Теодолит с нашими поправками, вы хрен знает чего, это, ну, вы уже не швейцарским будете пользоваться. А тут очень просто. Но предварительно, я вам хочу надпомнить. Как идеи круглой земли похоронили еще со времен, в общем-то, Эйлера? Обычная канавка. Из медных пластин. Скрипали. Я забыл, где-то в порядке было в районе 91, там, типа, яблок. Вот. Ну, собственно говоря, вопрос, чтобы еще применять метр или нет. Короче говоря, 90-й яблок. Сделай канавку. Налюй туда ртуть. Задача просто замерить ее. Выгодь. После этого все эти эксперименты, ну, потом Морозов проводил, это проводили, в общем-то, в районе Шлёцера и Ломоносова. И техника прикрыли. На 90 яблок, изменения ее проскости не происходит. До сего дня существует такое понятие, как ртутный уровень. Это базовая основа. Он принимает свои размеры в зависимости от силовых линий плоской земли. Так же, как великий прибор. Так называемый гироскоп, который существует везде, всегда на всех кораблях, на всех. Особенно подводных водок. Вот там плавать по кругу очень проблематично. Он принимает свое положение строго параллельно с силовым линиям плоской, земной плоскости. И по-другому этот прибор не существует. И никогда не может существовать. И закон природы. Вот есть понятие закон природы. Вот если сумма внутренних углов треугольника 180 градусов, вот вы не можете его нарушить, ради что разорвав этот треугольник. И если вам говорят, что прибор, который 24 часа стоит на одном месте и наблюдает энциклики планет, то вывод один. То есть вы просто говорите о том, что вы видите реально. По отношению к этим энцикликам планет, он должен стоять на месте, только на плоской земле. Иначе вы уровни посчитаете. У вас сектант не посчитаете расположение вашего вонючего корабля. Потому что у вас действует великий закон, базовый планет, планетарный, геометрия. Вот горизонт, вот наше солнышко, а наш балдоха. И здесь вы можете на отношении, не зная сколько времени, знаете угловой сгон, и пократите, подчертили, где вы находитесь. Вот если вы через 15 секунд уйдете сейчас за горизонт, вы ничего не посчитаете. Если у вас не будет единый плоский уровень мирового океана, вы ничего не посчитаете. Начните с базовых основ наблюдения за небесными телами. И вы придете к приборам, которые просто на основании механики. У вас стоит анкер, он крутит, вот 24 часа. Ты икрой наблюдаешь. И вот он ставит. Ставитель везде вообще сейчас какой. Итак, давайте закончим с определением. Итак, вы берете 5 дрына. А еще у вас современные лазерные. То есть сейчас я говорю, ограничение уже вообще нет. Это элементарно. сейчас же вообще прекрасно у меня приятель на стройке живу сейчас уехал на халтеру лазерный хороший германский базовый такой вот то вы можете куда хотите ходить с этим дрымом и вычеркните нижнюю линию поздравить это сделать ну иначе говорим это уже бесконечно будет до конца на и смотрите обсуждать можно только какая сволочь продолжает вот эту парашу воню про круглая земля академии наук они представляют про еще они посредники между косметическим прогрессором которые все здесь земной цивилизации они хранят знания не на почей на ложечке выдают я не создают учебно плащение можно вычеркните нижнюю линию 1 дыры на 2 дыры на 3 на километра до можете перенести пошлите дальше дальше вы опять берете поднимать все дарит и черт 2 нужно как ответа красный 24 а дальше вы идете пешечка в середину берет в линейку и замеряйте середину потому что это абсолютно показать это не зависит от или местность понимаете чем дело вот поймите простую вещь это закон природы вот здесь у вас середине вы такой маленькой а на концах у вас будет блин оказывается у вас вторая линия то ушла в метр на три или как она не может уйти то есть у вас середина как раз уйдет и в минус она будет луник поднимать вверх этой линии замереть куда же она ушла уже начнется линия перевели для перемещаться то есть вы это сделали параллельно а когда будете замерять все это увидите разведите руками давайте я запомню еще вам один великий закон всемирного тяготения обращаюсь к великому мэтру ньютону ракет вы знаете летаете не поэтому товарищ вот этому северийской фамилии они по ньютону закон механика на другому не бывает полет гироскоп гироскоп все вот как ньютон написал или уточнил и от положения то что он создал море 0 запятая вот мы так и летаем вот здесь это есть фундаментальный закон здесь геометрия вот мы начинаем подходить к вопросу да я не буду больше ничего и тут например была одну основу идея падения падения свободных тел и так вот закон 7 на тяготель вот сейчас мы основной базовый закон который нам открыл ньютон по крайней мере выразил еще раз вам говорю мальчик фуко вешали религиозные деятельности для доказательства неподвижной земли вот его висение неподвижно доказывает что земля никуда не вращается потому что если у нас земля вращает то у него так как смещается крючок . . где он повис вот пересмотрите что происходит еще раз попытайтесь понять фундаментальную простоту вот после это говорить не о чем вот смотрите внимательно у вас здание вместе единой земли она движется туда и сюда а у вас крючок и независимая вот это вот на веревочке висит бульба так вот смотрите что происходит если мы берем например смещаем этот крючок у нас бульба остается в своем прежнем положении на а дальше на стремится вернуться в свое положение это вполне естественно особаясь на мьютона попробуйте сошлись на каком-то рабино и чем бенге кого хотите я предпочитаю ньютона надеюсь сомневаться никто не будет так вот он стремится вернуться в свое исходное положение перейдет эту границу толщину инерции движения постепенно затухая при вертикальном положении если у нас происходит постоянное смещение а она неизбежно происходить вот это и показывали церковные деятели когда во всех храмах мира висели вот эти штуковины потом под давлением государства государства эти маятники сняли его восстановили с дуба почему-то в сакийском соборе то есть туда приходили попы водили людей показывали он стоит маятник а он должен вечно качаться это вечно двигатель про Виоланда что можешь сказать про кого про Виоланда Виоланда это кто в двух словах это младший трех сыновей одного великана Виоланда отдали ученики кузнецом в гору там гномы один год его обучали мастерстве а когда поняли что Виоланд зашел их мастерстве они решили его убить и отец должен был через год принести им шапку золота и вот отца великана они камнями это завалили он погиб и Виоланда хотели убить но он выковал меч очень уникальный который просто разрубил их не броню и потом Виоланда отправился на берег моря срубил дерево оттуда всю внутренности вычухал этим мечом лег в это бревно и по морям поплыл и долго плавал пока не попал в сети одним рыбакам одного королевства они достали это бревно он оттуда вылез но они были в шоке потом он начал в этом королевстве при одном скажем так короле работать и там был кузнец которому завидовал и он говорил это я могу выковать такой доспехи что ни один клинок их не оцарапает Виоланд выковал меч и попросил кузнеца чтобы он снял доспехи он не хочет рубить эти доспехи потому что он его просто на две половинки рассечет а кузнец он ему сказал я настолько уверен в своем труде что ни один клинок не может даже отцарапать мой труд но он сам говорит ты выбрал и он махнул мечом и на две части распорол его в итоге Виоланда потом сослали на один остров на котором он должен был до скончания века этому королю доспехи рубить и как-то случайно его старший брат забрел те места у него старший брат был охотник и он попросил чтобы брат ему много перьев принес Виоланд из этих перьев сделал крылья и полностью покинул скажем так это королевство а и самое главное он вернулся за дочкой этого короля и забрал с собой вот и все вот и все